Больше 130 субъектов бизнеса возобновили свою деятельность после смягчения карантина в городе Аксу по Владарской области. Вновь заработала сфера услуг, объекты общественного питания, торгово-развлекательные центры. К слову, большинство арендодателей сделали скидки и рассрочку в оплате за помещение. Вместе с этим в городе усилили мониторинг за соблюдением санитарных требований. Мобильные группы проверяют предпринимателей на наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты. Ербол Абишев рассказывает. Это один из крупных торговых центров в городе Аксу. Полтора месяца он, как и другие объекты, был закрыт для посетителей. С начала недели предприниматели возобновили деятельность. Администрация пошла навстречу арендаторам. Уже практически два месяца аренду многие не заплатили. Мы им даем условия, чтобы они заработали и могли оплатить аренду. Мы даем скидку, аренду, плату предпринимателям. 20 процентов, кому-то 50 даже процентов даем. Где есть такие бутики, которые даже, допустим, оборота практически нету, допустим, мы к ним идем навстречу. То есть даже бывает, что они даже не платят вовсе. В торговых домах усилены санитарные требования. На входе измеряют температуру, есть санитайзеры для обработки рук. В бутиках продавцы обязаны иметь средства индивидуальной защиты. За этим следят мониторинговые группы. Перчатки. Санитайзер у вас есть? Дистанцию соблюдается. Разметка имеется? Разметка есть. Запасы масок, как показывают. Там использованные маски. Отдельная урна для использования? Да, да, да. Антисептик, а что, он вот так вот сидит или что? Это заводской. В Ахтусском регионе сейчас работают 9 мониторинговых групп. Шесть из них контролируют соблюдение сантребований в сельских округах. За время карантина предприниматели нарушили карантинный режим 26 раз. Мониторинговая группа проводится на ежедневной основе проверка на соблюдение, получение санитарных норм. Также все индивидуальные предприниматели по городу Аксу практически получили акт готовности. При проверке также установлено, что алгоритм постановления главного санитарного врача соблюдается. Около полсотни объектов в сфере услуг после смягчения карантинных мер начали обслуживать клиентов. Они должны придерживаться 50% заполняемости и социального дистанцирования. Между тем, государственная поддержка по развитию малого предпринимательства в городе продолжается. С начала года местные власти поддержали безвозмездными грантами 75 бизнес-инициатив. На сегодня у нас только по программе ЕНБЕК предприниматели получили свыше 27 кредитов. По программе дорожная карта бизнеса у нас получили 18 субсидий на процентную ставку в банках второго уровня. По программе экономика простых вещей у нас 6 предпринимателей получили кредиты. Эпидемиологическая обстановка в Аксу стабилизировалась. На пике распространения инфекции в середине июля в городе было 216 случаев пневмонии и 174 коронавирусной инфекции. Сейчас же в городском стационаре на лечении находится 16 пациентов с диагнозом пневмония. Случаев КВИ в последнее время не зафиксировано. Ербулобишев Марат Игриков из Павлодарской области, Хабар, 24.